Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Уллправда.ру. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Без воды, как без рук. Шиловку снабдят водой из новых родников. Играй, как Бекхам, где в Ульяновске можно посмотреть и погонять футбол. В Ульяновске выдали 6 тысяч направлений в детский сад. Предприятие оборона промышленного комплекса региона выполнит госзаказ на сумму более 65 миллиардов рублей. На прошлой неделе в Димитровграде были арестованы счета 44 подведомственных местной администрации учреждений. Решением проблемы озадачились в областном правительстве. Свои опасения высказывают и областные парламентарии. Плохое благоустройство, блокировка счетов и долги. Проблемы второго повеличения города области копятся с каждым годом. Напомним, 10 июня счета учреждений культуры, образования и коммуналки были заблокированы по решению суда из-за долгов перед налоговиками. Губернатор Сергей Морозов распорядился создать рабочую группу во главе с председателем правительства области Александром Смекалиным. Своё мнение о ситуации в Димитровграде высказал депутатский корпус. Лидер фракции ЛДПР Дмитрий Крачёв отмечает, что несмотря на колоссальные деньги, выделяемые городу из областного бюджета, долги только растут. Городу нужна конструктивная власть. Мы проводили с коллегами приём, выезжали в Димитровград совместно с нашим представителем городской думы. И жители, приходившие на приём, просили оказать содействие в ряде различных вопросов, которые являются полномочиями чисто муниципалитета. И их решать можно, не дожидаясь и не сваливая всё к несостоявшемуся конкурсу выбора главы города. Плохо, когда существует монополия. Но и красная она монополия или другая монополия – это в любом случае плохо. Поэтому городу нужна власть конструктивная, которая перейдёт немедленно к решению вопросов интересующих и заботящихся горожан. С коллегой согласен глава комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Андрей Седов. Одну из причин подобного поведения власти Димитровграда он видит в радикализации партии. После последних выборов в КПРФ пришло очень много радикально настроенных людей. И это чувствуется, чувствуется. Но что далеко ходить, возьмём даже бывшего депутата Дениса Гурьянова, который сейчас на каждом углу при любом удобном случае называет меня предателем. Но позвольте, кого я предал и как? Непонятно. Просто предатель и всё. Но этот человек, который побывал у нас и в Единой России, и в Справедливой России, и в ЛДПР, и в ЛКС пришёл к коммунистам, и этот человек, который ничего не сделал для того, чтобы его и малая, и большая Родина жили лучше, называет меня предателем. Высказался Седов и о других представителях КПРФ, чьё поведение не соответствует поведению депутата. В связи с таким поведением, и с таким набором, скажем так, партии людей, и старые члены партии волнуются, я это знаю. Они просто переживают. Ну, а власть, я так понимаю, что они не могут договориться с такими людьми. Тем временем Сергей Морозов уже предложил властям Димитровграда передать вопросы содержания города региональной власти. Предприятия оборонно-промышленного комплекса региона выполнят госзаказ на сумму более 65 миллиардов рублей. В Ульяновской области в реализации заказа участвует порядка 20 предприятий. На текущий год полностью законтрактован завод «Искра», по которому прогнозируется трехкратное увеличение объема продаж. На заводе введено в эксплуатацию новое производство по изготовлению корпусов с применением технологий диффузионной сварки. Современная установка, которая теперь располагает завод, уникальна, так как обладает самым большим усилием сжатия до 200 тонн и позволяет обрабатывать микроскопические детали при высокой степени вакуума и температуре. В селе Шиловка остро назрела проблема водоснабжения. Изношенность сетей, проблема дебета питающего родника в весенний-летний период и самовольные жители привела одну часть села к купанию в тазиках, а другую к избытку воды в огородах. На место выехала наша съемочная группа. 47 дней без воды – это только в этом году. Не с раз в раз. Вот уже последние 20 лет жители села Шиловка Сенгелеевского района сталкиваются с проблемой водоснабжения. Особенно в весенний-летний период с наплывом дачников. Уже по традиции верхняя часть села страдает от отсутствия воды, а нижняя – от затоплений в подвалах. До конца в причинах бессильно разобраться даже специалисты. Есть разные мнения. Либо это изношенные сети, просто уход воды. И тогда мы понимаем, что все те усилия, которые прикладываются для того, чтобы поднять эту воду, ставить до жителей, они уходят просто в песок в прямом смысле этого слова. Либо это родник. Но если это родник, то тогда его тоже можно собрать в трубы. Чтобы найти пути решения, на место выехал председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. Сначала совещание с рабочей группой прошло в кабинете местной администрации, где было принято решение ускорить процесс замены колодцев и задвижек. Специалисты водоканала устанавливают в Шиловке 15 новых колодцев и 60 задвижек. Эти меры должны привести к новой системе регулирования водоснабжения в селе. Однако отчаянные жители пытаются самостоятельно решить вопрос, регулируя вентили и прокладывая альтернативные пути с помощью байпасов. Все это требует жесткой регулировки, вплоть до того, что вчера буквально представители водоканала, работники настроили задвижки, уже новые задвижки настроили, а через два часа кто-то их опять перекрыл в свою пользу, используя перемычки, которые были ранее установлены. Теперь несанкционированные врезки будут пресекать на корню буквы законом. Представители водоканала уже направили в правоохранительные органы соответствующие обращения. В целом программа и замены скважин, облагораживания родников, замены аварийных участников водоснабжения, она даже не назрела, она перезрела. Поэтому сейчас дано поручение сформировать такую программу первоочередных действий, которые нам необходимо предпринять уже в следующем году, но как минимум на ближайшие три года. С этой программой мы будем выходить в том числе и на защиту бюджета. Сегодня воду местные жители получают из родника Попов. Весной и летом количество потребителей питьевой воды в селе возрастает в три раза. С такими объемами источник не справляется. Александр Смекалин поддержал инициативу рабочей группы о подключении к водоснабжению еще двух родников. Один из них способен обеспечить водой и соседнее село. Каптажем родника студеной займутся уже в следующем году. В этом году в детские сады Ульяновска выдали более 6 тысяч направлений. По состоянию на 17 июня городская комиссия по комплектованию уже выдала более 4,5 тысяч направлений в детские сады малышам 2017 года рождения. Как и показал анализ данных, среднегодовая фактическая посещаемость по городу не превышает 65%. Например, наполняемость детского сада номер 64 составляет 189 человек, но учреждение заполнено всего на 60%. Члены городской общественной палаты связывают это с тем, что родители берут направление, чтобы за ними сохранялось место, а детей приводят уже позже. Дошкольные учреждения проверили специалисты управления образования и общественники. По их словам, нарушений не обнаружено. Футбол – командный вид спорта, которым может заниматься практически каждый, также не требует особенных затрат на первых порах. В Ульяновске создают новый проект, призванный объединить всех любителей футбола от мала до велика. Подробнее в нашем материале. Создать благоприятные условия для занятий спортом – задача, которую ставят перед собой ульяновские градоначальники. В первую очередь выбор пал на футбол – пожалуй, самый популярный вид спорта в мире. Командную игру любят как дети, так и взрослые. А летом во дворах мяч гоняют сотни школьников. В управлении физической культуры и спорта приглашают ульяновцев на стадионы и уверяют – места хватит всем. Сегодня на территории города Ульяновска, вот в это летнее время, как раз составлен график всех мероприятий по футболу для всех возрастных категорий. То есть у нас занимаются и дети, есть сетка футбольная для проведения детских соревнований по футболу. Это и чемпионаты для взрослых, это и для любителей футбола. Одной из площадок, готовых принять спортсменов-любителей – Заволжский стадион «Старт». На протяжении всего летнего сезона на площадке будут проводиться турниры по футболу и мини-футболу, фестивали среди любительских команд. Еженедельно по выходным на стадионе проходят встречи открытого чемпионата по русскому футболу среди любительских команд. Победитель турнира отправится на всероссийский финал. А каждую пятницу в 19.00 на стадионе «Старт» встречаются команды ветеранов от 45 лет и старше. Футбол – это эмоции. Ты там можешь понять, что такое команда, командные действия. Футбол – это не просто игра, но это жизнь. На обновленном стадионе «Симбирск» по выходным проходят матчи Лиги дворового футбола. Каждый вторник в 18.00 на стадионе «Авангард» стартуют футбольные встречи среди команд ветеранов 40 лет и старше. ФОК «Фаворит» по средам и воскресеньям впервые проходит летний чемпионат по мини-футболу «Бизнес-лига» среди корпоративных команд. Каждый четверг на стадионе 69-й школы проводят показательные тренировки, матчи и турниры тренеры спортивной школы «Старт». Более подробную информацию, расписание матчей, результаты, свежие новости можно узнать на сайте областной федерации футбола. В Ульяновске приводят в порядок парк Маргелово, а субботники проводятся силами общественных организаций «Медведь», «Союз десантников» и «Боевое братство», сотрудниками парка «Прибрежный» и «Горзеленхоза». Участники очищали тротуар, собирали мусор, косили траву. На данный момент разрабатывается концепция парка Маргелово как центра патриотического воспитания молодежи. Планируется даже построить на площадке музей современные детские площадки в формате военного направления. В Ульяновском краеведческом музее выставили уникальную коллекцию вязких игрушек. Экспозиция – результат плодотворного сотрудничества музеев Приволжского федерального округа. На выставке побывала Ирина Антонова. На выставке представлено свыше 300 предметов из уникальной коллекции игрушек Кировского областного краеведческого музея за 120 лет. От ручных поделок до изделий современного производства. Здесь и деревянная каталка XIX века, и игрушки кировской фабрики «Весна». Малоизвестный факт о том, что Вятка после Киров в XX веке стал одним из центров производства деревянной игрушки. Оказывается, производить игрушку в начале XX века было очень выгодным, прибыльным делом. В маленьком городе Вятке на 20 тысяч жителей было свыше 40 артелей игрушечников. В 30-е годы прошлого века в Вятке была образована фабрика игрушек. Она стала одной из самых крупных в Советском Союзе. Современная кировская фабрика до сих пор выпускает куклы и держит лидерство в производстве этого вида игрушек. Особый интерес в экспозиции представляет глиняная дымковская игрушка. В Вятке – это бренд. Там даже есть памятник дымковской игрушке. Также на выставке можно увидеть редкие предметы быта и одежды, книги, познакомиться с удивительным миром русского сказочного лупка. Посетители смогут проследить, как менялся мир ребенка с конца XIX века на протяжении всего XX века и каков он сегодня. Выставка будет работать до сентября. Завтра в регионе ожидается теплая погода, местами ожидаются осадки, возможно грозы. Температура ночью составит 17 градусов тепла. Днем столбик термометра не будет превышать 24 градуса. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok